Как были истрачены средства, пожертвованные людьми на лечение мэра Риги Нила Ушакова, который весной этого года, после участия в марафоне Нордеа, оказался в берлинской клинике Шерите? Рассказывает Ирина Нежина. После лечения мэра столицы Нила Ушакова на счету, куда поступали деньги от желающих их пожертвовать на его лечение, осталась сумма в 120 482 лата. Ее столичный городоначальник решил расходовать через Национальную службу здоровья для лечения тех, кто остро нуждается в медицинской помощи. На эти средства оказана помощь детям и взрослым, которые лечились в Германии, Турции, Австрии, Швеции и Швейцарии. Среди тех, кому уже удалось помочь, 21-летний юноша, страдающий лейкемией, 17-летняя девушка, у которой тяжелая патология печени, а также 7-летний мальчик с врожденной патологией позвоночника. 15 тысяч евро из фонда помощи Нила Ушакова очень вовремя были перечислены на операцию молодому латвийскому дзюдоисту Владимиру Осночу, который в августе этого года пострадал в результате аварии, произошедшей в Турции. Его перевозить в Латвию нельзя было в тот период, в тот момент. Конечно, может быть, у нас это все по-другому было бы, и в ценовой политике тоже. И операция на ногу у него была раздроблена, несколько фрагментов, раздроблена кость большая берцовая, и там вот как раз собирали, ставили пластину, эти вот фрагменты собирали. Сейчас Владимир Осноч проходит реабилитацию в Вайворе. На родине ему восстановили работу мышцы плеча, которая была разорвана, а через месяц ему предстоит еще одна операция на ноге. В числе тех, кому была выделена помощь в размере 8 тысяч евро, был и герой одного из наших сюжетов. Восьмилетний рижанин Максим Мезгов. У него была констатирована опухоль мозга, и деньги ушли в немецкую клинику на обследование и установление точного диагноза. Констатировали, что есть тенденции на уменьшение образования, и решили, что на данный момент лучше никакого хирургического вмешательства не производить. Максимка уже больше года находится в состоянии вегетативной комы. Но то, что опухоль медленно, но все же уменьшается, дает надежду. Она рассосется. За собранные деньги в клинике провели так называемую войд-терапию. После нее у мальчика стали появляться двигательные рефлексы. Он постепенно начинает восстанавливаться. На сегодняшний день сумма, взятая из фонда помощи Нила Ушакова и перечисленная в клинике разных стран мира, составляет 70 832 лата. Остается сумма 51 649 латов. Все просьбы рассмотрит специальная комиссия Национальной службы здоровья. Из этих средств могут быть оплачены услуги, которые невозможно обеспечить на данный момент Латвии, но они необходимы для обеспечения жизненных функций, а также для предотвращения необратимых ухудшений состояния здоровья пациента. И чтобы получить эту услугу, нужно заявление от родителей ребенка, а также заключение от медицинского консилиума. И данные услуги оказываются в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны, в которую входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также в Швейцарской конфедерации. Ирина Нежина, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.